Итак, какие нужны химические вещества для обработки воды в бассейне и поддержания ее в нормальном состоянии? Значит, в моем регионе температура воздуха держится летом, ну вот в настоящий момент днем примерно выше 40 градусов, температура воды в районе 29-30, и в такой ситуации в воде образуются водоросли. Для того, чтобы их там не было, нужен вот такой препарат, который называется альгицид. Стоимость этой бутылки 300 рублей, в ней 1 литр жидкости. При постановке бассейна необходимо растворить высокой концентрацией этот препарат в воде и обработать чашу бассейна, пока она еще не наполнена. Продавцы бассейна предлагали воспользоваться примерно вот таким устройством, для того, чтобы распрыскивать эту жидкость на стенке бассейна с концентрацией 40 мл на 1 литр воды. Мой друг попробовал, работал 2 часа, и руки у него потом отваливались. Мы, как говорится, люди продуманные, поэтому воспользовались вот таким прибором. На 3 литра воды я растворил 100 мл аргицида, соответственно, опрыскал этим составом чашу бассейна, дал ей высохнуть. За него это у меня 15-20 минут. После этого, когда эта вся жидкость вылилась, высохла, вернее, можно наливать воду. После наполнения бассейна вода приобретает такой зеленоватый оттенок, сырая вода всегда в ней содержит молекулы, частицы меди и что-то еще. В общем, это дает такой зеленоватый оттенок. Она прозрачная вода, но зеленоватая. После этого наливается ударная доза гейцида. В моем случае я наливал 300 мл, померил уровень pH, и у меня он высокий. Использовал вот такую историю. Называется pH-минус. Эта жидкость наливается из расчета... У меня уходит примерно 150-200 мл на мой бассейн. Для понижения уровня pH. Эта канистра 5-литровая, стоит она 600 рублей. Хватает ее примерно на 2,5 сезона. Возможно, на 3. То есть, собственно говоря, вот. После того, как вода налита и отфильтрована, в ней все равно существует мелкая взвесь всяких частиц, которые не отфильтровываются, потому что они проходят через песок. И используется вот такая штука, которая называется коагулентой. Это вот такие пакеты с таблетками, которые кидаются в скиммер. Они образуют в воде такие белые хлопья, которые вырастают вокруг мелких частиц и выпадают на дно. Потом это все собирается фильтром, застревает в песке за счет того, что это хлопья. Потом песок промывается из фильтра через дренаж. И вода становится совершенно прозрачной. То есть, вот такой комплект химии приходится тратить на бассейн. Итак, это стоит 500 рублей. Здесь 5 пакетов, этого хватит, наверное, на сезон. Это стоит 300 рублей, здесь литр. И таких, наверное, за сезон, в моем климате придется использовать штуки 2. Здесь 5 литров pH минус. И это стоит 600 рублей. Собственно, все. Также в воде растворено 55 килограмм соли. У меня по паспорту написано на моем кассе 52, но я растворил 55. Потому что я купил соль, которая 98% натрий-хлор. И решил расстроить 55. Соль стоила 8 рублей килограмм казахстанская соль. Это 440 рублей у меня ушло на соль. Ну, плюс вода. Где-то за сезон идет кубов 20. То есть 17 кубов наливается и 3 куба на доливки, промывки и прочую историю. Собственно, вот. По-моему, это не глобальные расходы на химию бассейна. Так что легенды про то, что химия для бассейна стоит много. Это все ерунда. Всем спасибо. Продолжение следует...